Эмоциональный и непредсказуемый. Такой была первая домашняя игра баскетболистов в Химке-Подмосковье в рамках Суперлиги. Желто-синие встретились с командой Университет Югра из Сургута. Уже в первой четверти гости провели серию успешных атак, реализовали череду штрафных, трехочковых бросков и оторвались от подмосковной команды на 14 очков. В таком же темпе завершилась и вторая четверть встречи. В какой-то момент химчане отставали от Сургута на 20 очков. Однако уже после большого перерыва наши спортсмены рванули вперед, сократив отставание с двухзначной разницей до трех очков. Впрочем, хватило желто-синих ненадолго. Соперник добавил агрессии и начал отыгрываться. Химке занервничали. Игра приобрела большой эмоциональный накал. Не совладал с нервами главный тренер химчан Олег Резвый, за что поплатился. Судьи удалили его с площадки. Химчане пытались показать сплоченную игру, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Желтый и синий уступили со счетом 70-81. «Сегодня слабее намного в аспектах, как подбор, организованность игры. Все те, что установки были даны тренером, не выполнили. Ну, ни одно, я считаю, не сдержали лидеров. Не совсем согласен с судейским коллективом, которые не свистнули 14 секунд, должны были нам мяч отдавать. Как раз там три очка оставалось. Неизвестно, что было. Дали технические, ну, естественно, пробили. Не захотели смотреть видео. Ну, ребята молодцы бились. В принципе, до конца отдавали отчет игре. И молодец капитан команды Суворов. В трудную минуту взял тренерские какие-то действия на себя. Делал, производил замены. В принципе, и без тренера команда играла. Ну, результат, вы видите, проиграли. Ну, на ошибках учатся. Ребята будут работать еще. О том, как проявят себя наши игроки, узнаем 26 октября. На своей площадке химки Подмосковья сыграют с Новосибирском.